Здравствуйте, Владимир Владимирович. К вам обращаются обманутые дольщики города Оренбурга. За нашей спиной находится жилой комплекс «Северное сияние», который, наверное, единственный в России, не мог достроиться в течение трех лет. Свои новенькие квартиры оренбуржцы должны были получить еще в начале 2014-го. Кто-то вложил в них свои сбережения, кто-то взял в долг, кто-то ипотеку. В итоге теперь люди вынуждены платить еще и за съемное жилье. Ведь ключи от новых квартир застройщик им все еще не вручил. Стоимость квадратного метра начиналась от 32 тысяч за квадрат. Это в 2012 году. По тем меркам у нас квартиры золотые. Дом стоит, жильцы только снаружи всегда находятся. До сих пор не можем заселиться. 240 квартир, почти тысячи человек остались на улице. Прежде чем пойти на такие глобальные меры, обратиться за помощью к главе государства, эти люди обили, по их мнению, все пороги оренбургских ведомств. Сдвигов нету. Нам обещают, обещают, нам говорят, что сейчас еще немножко, там, 2-3 месяца и дом сдастся. Ну, очень много отписок. Ежемесячных много отписок. Как бы идут проверки. Прокуратура занимается, да, на момент компанией, застройщиком. То есть все занимаются, а никто сделать ничего не может. Поэтому решили записать видеообращение Владимиру Владимировичу Путину. Мы надеемся, что он, может быть, поможет нам и как-то повлияет на органы местной власти, чтобы они дали толчок, дали сдвиг с мертвой точки. Обманутые дольщики намерены идти до конца. Сейчас люди согласуют митинг, чтобы привлечь к своей проблеме внимание всех горожан. На минувшей неделе в сети появилось еще одно видеообращение к президенту. Его записали жители жилого квартала Заречья, которые вот уже несколько лет пытаются наладить инфраструктуру поселка своими силами, потому что власть, по их словам, игнорирует все просьбы о помощи. Добрый день, Владимир Владимирович. Мы жители поселка Ленина, Оренбургского района, Оренбургской области, жилой квартал Заречья. Нас более двух тысяч. Хотим обратиться к вам с просьбой. Мы столкнулись с бездействием власти. Наша главная беда – это отсутствие дорог в поселке. При любой непогоде невозможно добраться до города. А отсюда проблемы с работой, школой, детским садом и прочим. Нужна дорога! Инфраструктуры здесь никакой нет, ни школы, ни детского сада. Детей возят в город. Ленинский сельсовет нас ничем не обеспечивает. Школа там переполнена. Детский сад тоже. Очередь больше 100 детей в детский сад. Центральные дороги тоже не сделаны. Бездорожье ужасное просто. Весной и осенью тут бесконечный ремонт автомобиля. Зимой мы были парализованы. Несколько дней, когда была отепель, снег растаял, затем сковала льдом и 3-4 дня просто невозможно было ездить на своем транспорте. И дорог не было, и не в силах была администрация ничего сделать. Помогут ли решить проблемы оренбуржцев федеральные власти, станет известно позже. Однако эти люди не считают обращение к Путину крайней мерой. И в любом случае продолжат бороться за свое. Наталья Богданова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.